Всегда осторожный генсек НАТО Йенс Столтенберг вдруг заявил, что вообще-то союзники могли бы и пересмотреть вот эти вот ограничения на использование Украины, их оружия по военным целям России. И произошло это как раз после того вот этой истории с эстонскими бойками в реке Нарва. После этого Йенс Столтенберг провел разговор с премьер-министром Эстонии. И еще после этого было вот это заявление по поводу того, что давайте же отдадим Украине, ну это я уже так по-своему трансформирую, возможность нормально обороняться и вести эту войну справедливо. Как вы считаете, это связано вот с этими провокациями или все-таки Йенс Столтенберг, он больше привязанный к американскому контексту, к тому, что там эти дискуссии сейчас выходят на новый уровень? Я думаю, что все-таки ключевое событие это вот эта дискуссия, ну фактически не дискуссия, а уже по сути дела консенсус, который случился во время публичных слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Это вот это выступление американских конгрессменов и сенаторов, которые с карты в руках доказывали, я все ждал, когда же наконец случится публичное обсуждение этого дебильного запрета. Потому что я, как я был убежден, так и случилось, что отстаивать эту точку зрения, что Украина не должна наносить удары по территории Соединенных Штатов Америки, а должна бить только по своей территории, сбивать вражеские ракеты и вражеские дроны только когда они летят на территории Украины, с тем, чтобы они упали нагово украинцам. Но вот эта вот дебильная совершенно позиция, она даже озвучиванию не подлежит. То есть ее можно под шумок, так сказать, каким-то тайным сговором реализовывать, но публично произнести ее. Ну вот произнесли ее публично, произнес публично министр обороны Соединенных Штатов Америки, вызвало это совершенно дикую реакцию. И вот это вот обсуждение на парламентских слушаниях в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, мне кажется, оно стало абсолютно решающим. Абсолютно решающим. После этого, кстати, Блинкин написал письмо Байдену о том, что этот идиотизм надо прекращать. То есть, на самом деле, уже сегодня сторонников этой идеи, по-моему, не осталось. Там, я не знаю, может быть, Салливан где-то в уголке, так сказать, прикрывая рот, это говорит. Но, по-моему, вообще уже публично эту, так сказать, позицию озвучивать где-то, а тем более отстаивать уже совершенно невозможно. Я думаю, что по факту, просто по факту, этот абсолютно невероятный, глупый, предательский, безумный запрет, он будет, он уже отменен. Он уже отменен, потому что и Блинкин сказал, что, да, действительно, мы, может быть, и не очень хотели бы, чтобы была дальнейшая эскалация, но мы даем оружие и право распоряжаться этим оружием, так как считают нужным, как этого требуют военные необходимости, только за Украиной. И депутаты, ну, конгрессмены тоже достаточно убедительно сказали, что мы дали, мы даем, конгресс дает оружие, но конгресс ни в коем случае не говорит, не пишет на каждом снаряде, не пишет на каждой ракете, что бить только по территории Украины. То есть это совершенно невозможно. Поэтому я думаю, что по факту, вот военные, мне, конечно, не очень с руки советовать что-то, я не собираюсь это делать, но я думаю, что по факту у Украины сегодня развязаны руки. Очень хороший образ, кстати говоря, применил конгрессмен, когда он говорил об этом запрете. Он говорит, ну как, вы взяли Украину, связали руки за спиной, и Украина должна почему-то одной рукой связанной воевать против противника, который многократно превосходит ее по численности, по территории, по военному потенциалу и так далее. То есть Давид против Голиафа, мало того, что разница в размерах чудовищной, да еще Давиду руки за спиной связали и про счет отобрали. Ну как, и как теперь воевать? То есть это безумие. Я думаю, что уже на сегодняшний момент, так сказать, Украина имеет полная возможность бить по территории России, по всем военным объектам. Тем более, что никто не бьет целенаправленно по мирным гражданам, в отличие от России. Так что я думаю, что вот это событие, оно в какой-то степени одно из тех, кто может повернуть ситуацию на войне на этой. Потому что до этого, конечно, была громадная проблема, то, что Украина связана вот с этим негласным обязательством. А сейчас в совокупности с тем, что даются ракеты Атакамс и вот-вот на подходе уже и F-16. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что эта ситуация изменит ход войны. Ну, тут сразу два вопроса. Первый. За кем окончательное финальное решение, если мы говорим о владной структуре Соединенных Штатов Америки? Это все-таки президент Джозеф Байден или Конгресс каким-то образом может принять какой-то закон, который будет фиксировать этот первый вопрос? А второй вопрос. Узнаем ли мы об этом? Я имею в виду, что если решение принято, как вы говорите, возможно, будет ли оно публично прокоммуницировано или может быть такое, что обменяются на таком закрытом уровне и дальше просто мы увидим удары Атакамсов по каким-то военным объектам? Вы знаете, особенность вот этой ситуации заключается в том, что нет никакого закона и нет никакого публичного запрета. То есть что такое запрет? Нет никакого закона, который запрещал бы Украине наносить удары по территории России. Такого закона нет. Есть позиция, извините, я вас перебиваю, есть позиция официальная Белого дома. Даже когда Блинкен сказал вот это вот заявление, которое очень мы тут позитивно восприняли в Украине, что мы как бы вроде бы и не против и не за, но это решение Украины. А потом, когда он вернулся в Соединенные Штаты Америки, тот же уже упомянутый вами Салливан, который сидит в уголочке осторожно всегда, сказал, что Белый дом официально своей позиции по этому вопросу не поменял. Ну а потом начались уже вот те дискуссии в Конгрессе, о которых вы тоже говорили. Понимаете, вот Салливан это не Белый дом. И в известной степени, ну в большей степени уж Блинкен по степени, то есть вообще давайте точки на дыр оставим. Все-таки то, о чем мы с вами говорим, это касается внешней политики, внешнеполитического, это, ну как если на российскую или на украинскую территорию, так сказать, перелагать, то это Министерство иностранных дел. Министерство иностранных дел это Блинкен, то есть это Госдеп. Значит, Конгресс, да, в Конгрессе есть комитет по иностранным делам, но тем не менее международная политика это функция администрации президента, в частности Госдепа. Поэтому, еще раз, вот смотрите, если бы был какой-то закон или было бы какое-то официальное распоряжение, бумажка, да, вот как в таких случаях писал классик, окончательная бумажка, броня, да, вот такой бумажки нет. Поэтому отменять нечего. Есть режим, что называется английский устный, да, то есть это устные какие-то разговоры, когда один говорит одно, другой говорит другое. В данном случае, если говорить уже о позиции, то позиция комитета Конгресса по иностранным делам плюс позиция Блинкена, в данном случае, с моей точки зрения, является окончательной. Блинкен написал письмо президенту. Президент Байден никогда не говорил, что я запрещаю, вот никогда не выходил на трибуну, не сучил кулаком и говорил, что я запрещаю украинцам бить по территории России. Такого не было никогда. Такого не было никогда. Значит, и не могло быть. Поэтому, что он должен сказать? Ну, наверное, да, наверное, так сказать, должен, так сказать, он может промолчать. Этого будет вполне достаточно. То есть я думаю, что сегодня, исходя из того, что произошло, в принципе, у Украины развязаны руки. Опять, я не знаю, проблема заключается в том, что есть какая-то закрытая часть. И совершенно очевидно, что в ходе каких-то переговоров там с Украиной тоже договаривались о том, чтобы американским оружием не били по территории. Опять-таки, вот смотрите, абсурдность этой ситуации заключается в том, что в соответствии с, если речь идет о том, чтобы там как-то не обижать Путина, то, простите, а удары по Крыму, которые официально здесь Соединенные Штаты Америки никаким образом не возражают против того, чтобы наносились удары по крымскому восту, по военным объектам на территории Крыма. Что Украина и делает, и в том числе американским оружием. Но возникает вопрос. С точки зрения России, с точки зрения России, Крым это российская территория, в Конституции закоплено. Поэтому, почему в данном случае удары по Крыму, значит, можно, а удары по, скажем, там, например, по, значит, Екатеринбургу или по военным базам, которые находятся на территории Саратовской области, там, военный аэродром Энгельс-2 нельзя. Почему? С точки зрения чего? Вот эта абсурдность, вообще сама по себе абсурдность этого запрета, его какая-то половинчатость, его какая-то наполовину тайность, вот она составляет определенную проблему. Еще раз говорю, вот по тому, что мы видим и знаем, уже сейчас никакого запрета нет. Вполне возможно, что есть какая-то закрытая часть переговорного процесса, о которой мы не знаем. И более того, я совершенно, вот я слышал несколько гипотез, у нас были там тоже всякие совместные программы на моем канале с различными экспертами, высказывают разную точку зрения. Кто-то говорит, что вот это был результат сговора между Салливаном и кем-то из спецслужб российских, когда было сказано, вот Украина не будет бить по территории России по военным объектам, а Россия взамен не будет применять тактического ядерного оружия. Если так, то это идиотизм, потому что, ну так сказать, понятно, что сама идея ядерного удара для Путина это шантаж, он всегда будет этим грозить. Другая версия, которую тоже один из экспертов высказывал, это то, что этот сговор был связан с тем, что Украина не бьет по территории России, а Россия не нападает на страны НАТО. Ну тоже, если так, то тоже идиотизм, потому что, ну, то, что Путин не самоубийца и открывать второй фронт, значит, нападать на страны НАТО, чтобы подвергнуться ответному удару, причем абсолютно сокрушительному, тоже маловероятно. Вполне возможно, что это действительно, так сказать, какие-то, ну есть в американской администрации есть такие странные люди типа Салливана, но вполне возможно, что это вот он, так сказать, устроил такую вещь. Ну опять, опять, поскольку это закрытая часть, то о ней судить довольно сложно. Но сегодня вот открытая часть, понимаете, открыто, публично, госсекретарь, то есть человек, который отвечает за внешнюю политику, говорит, нет такого запрета. Конгресс Соединенных Штатов говорит, нет такого запрета. Ну а чего тогда? Ну давайте дальше слушать Салливана. Он вам расскажет. Он, так сказать, он доведет действительно до Цугундера. Поэтому мне кажется, что все-таки этого запрета уже нет. Салливана Корректор А.Кулакова